Приветствую вас. Очень жаль, что вы не написали возраст своей девушки. Ну, не своей девушке, а девушке, за которую вы их пишете. Потому что ее возраст был бы, на самом деле, хорошим таким информационным источником того, что вы описываете. И свой возраст вы тоже не сказали. Сказали только, что именно девушка младше вас на 6 лет. И вопрос ваш, он заключается в том, соответствует ли человек своей сексуальной ориентации или нет. То есть, или вы заменчаете и накручиваете себя только в том и только то, что вам хочется видеть. Ну, исходя из того, что вы написали, вот, особенно по первому предложению, точнее, именно по предложению, где вы раскрываете суть. То есть, если вы говорите, что сразу после знакомства, после моих намеков на то, что она мне нравится, открытое без всяких намеков сообщило о том, что она лесбиянка. И парни ее не интересует. Знаете, вот уже здесь, ну, как бы, возникает, ну, такой, некоторый звоночек, сомнений. То есть, зачем девушке говорить, что она лесбиянка, и что ее не интересуют парни, так сразу после первого знакомства. Как казалось бы, ну, если парни не интересуют, если намеки не интересны и не волнуются, просто их не замечают. Просто не воспринимая их, и все. Да, конечно, можно сказать, что девушка просто без комплекса, что она не стесняется, и так далее. Это действительно может быть так. Но, тем не менее, тем не менее, вот, вы знаете, мы всегда говорим про третье лицо. Говорить про третье лицо всегда, ну, всегда предполагать. То есть, мы опираемся на ваше предъективное мнение о человеке, а о том, что у этого человека в голове, мы, естественно, нас не можем, не знаете, и вы тоже. Поэтому ответ на ваш вопрос, это всегда элемент, ну, такого, знаете, предположения о гадании. Ведь мысли читать, по крайней мере, психологи не могут. Но вот совершенно точно, что раскрывать свою сексуальную ориентацию, этот шаг для девушки имеет значение чего угодно, но только не постановку вас в известность относительно того, что она не интересуется мужчинами. То есть, это может быть что угодно. Например, ее бунтарский дух и ее реакционное защитное поведение на, возможно, плохое отношение к девушке. Уверен, в этот момент вы уже подумали, что, ну, конечно, не это возможно, но как-то мало перевероятно. Здесь я с вами согласен, вероятно, действительно, мало. Тем не менее, это возможно. И сбрасывается счетов, это не стоит. Второй момент, это момент отвлечь ваше внимание, то есть, по сути, снизить напряжение между вами. И вот этот момент, он основной. Пожалуй, все, что происходит дальше, все, что вы описываете, прямо вот практически каждое слово, каждое предложение, этот вариант подтверждает. И основной этот вариант является потому, что, простите, ну, вот с какого такого мотива, с какой такой радости девушка внезапно делает вас другом. Причем, другом уже хорошим. И вновь. Вновь стоит понимать. Напряжение, она сняла между вами. Понятно, если бы она не сказала вам, если бы она не сказала вам о своей арестации, вы бы надеялись, вы бы продолжали делать намеки, соответственно, возникло бы неоправданное ожидание, может быть, даже негатив по отношению к ней или между вами. Она этого не хотела. Она не хотела негатива между вами. И она его исключила. Для чего? Вопрос очень дискуссионный. Вообще говоря, вы про нее ничего не говорите. Да, то есть вы рассказываете, как она ведет себя с вами, вы рассказываете, что вы проводите в ней время, это вы все говорите, говорите даже про фотографию, но вот не говорите вы ничего о том, какой у нее образ жизни. Не говорите ничего о том, есть ли предпочтение того, что она любьянка. Есть ли у нее соответствующие фотографии, встречается ли она с девушками или нет. Этого ничего нет. И как бы ее вот это вот проявление ориентации остается за кадром. Остается вовне вашего внимания. Вы этого не видите, зато увидите, как она о вас работится, увидите, что она проявляет к вам такие знаки внимания. Правда, эти знаки внимания очень сильно напоминают поведение человека, который отчаянно нуждается в друге. Вы знаете, я не скажу, что вы замечаете только то, что хотите замечать. Хотя влюбленность дает, конечно, о себе знать. Я скажу, что вы замечаете факты реальные, но вот мотивов вы не понимаете. Мотивов девушки вы не знаете. и то, что она с вами дружит, то, что она с вас поздравляет, обнимает, будит к телефону, целует, ага, значит, объясняет, почему отмечено на фотографиях. Это хорошо. Но это напоминает поведение человека, которому не все равно, что о нем думал. То есть ей не все равно, что вы думаете о ней. И, например, объяснить, почему она отмечена на фотографии в старшеке, она просто стала нужным для того, чтобы вы не думали, что она вас обманывает относительно своей ориентации. Ну, про все остальное говорить думаю не нужно, вы и так сами это понимаете. То есть вы понимаете, с чем продиктовано ее поведение. Как бы по умолчанию, по определению, это поведение пока не доказано обратно, забота о вас и, собственно, откровенное, дружеское, откровенное такое ценяющее отношение к вам. То есть она вас ценит, она вами дорожит. и вот теперь ключевой вопрос, что же значит ее поведение? Что отношает ее отношение к вам? И понимаете, поскольку вот ее отношение к вам можно воспринимать и как дружбу, как отношение к человеку, который нуждается в друге, который не хочет друга терять, который ценит то, что у него есть друг. То есть вы и поскольку это же поведение можно рассматривать как такое ну нелатентное, не скрытое поведение проявления симпатии к вам, а скорее знаете, скромного замаскированного. То есть это замаскированная симпатия к вам, которую девушка не проявляет в себе, потому что не проявляет отсыта, потому что не хочет, например, ошибиться в отношениях с мужчиной, боится, что вы будете до нее домогаться, например, боится, в общем, какого-то негатива. То есть здесь роль играет прошлый опыт. И вот если говорить об этих двух в принципе равнозначных и равноценных, а также равно вероятных видах отношений, то как бы тот или иной вид зависит от ее образа жизни. Точнее его вероятность определенной определенного вида отношения к вам зависит от образа жизни девушки. Если у нее есть подруга, а вы можете ненавязчиво так поинтересоваться, как у нее дела с подругами, если у нее подруги, сказать, что хотели бы познакомиться с ее подругой, чтобы лучше узнать или сказать, что хотите лучше узнать ее и хотите пригласить ее и ее девушку куда-нибудь посидеть, чтобы как-то облагодарить вас за то, что она для вас делает. То есть вы можете вот так вот навязчиво как друг поинтересоваться, что ее девушке хорошо на личном плане, на личном фронте. Соответственно, если она скажет, что хорошо, я познакомлю тебя с подругой и приведет вам реакцию девушку и вы увидите, что да, она действительно с ней встречается, то ее отношение к вам чистое другое. Человек действительно понимает, наверное, что мужчина друг это редкость, всего ряда причин, но и мужчина друг это друг куда более надежный, чем женщина, и поэтому она вами дорожит. Соответственно, если она не захочет знакомить вас со своей девушкой, или будет как-то тягивать этот момент, то мы имеем дело опять с косвенным доказательством того, что девушка как-то может быть не является той, за кого она себя выдает. Естественно, у вас просыпается ощущение, а вдруг у вас есть шанс, а вдруг у вас есть возможность с ней близиться, а вдруг она все-таки вас любит. вот здесь наверное ключевой самый неприятный момент. Дело в том, что подобное может длиться очень долго. То есть девушка со всех сторон окрушила себя защитой. То есть дружить с вами пожалуйста обнимать, человать, поздравлять с днем рождения, объяснять, почему она отмечена на фотографии пожалуйста, а вот близаться с ней прости я лесбиянка. И продолжаться так может очень-очень долго. И вам нужно понять, что вот это подвесенное состояние ваше. Оно ведь ничего хорошего вам не дает. Но ничего хорошего вам не ничего. И вы определите для себя тогда после того, как изъявите желание познакомиться с ее девушкой или просто познакомиться с ее друзьями или просто как-то стать с ней ближе, да? Вот если она реагирует неопределенно, вы дайте сами себе такую вот установку, например, подобное поведение потерпеть, скажем, ну сколько, месяц, два месяца, до полугода. Вот время прошло, и вы от девушки резко отстраняетесь и начинаете искать себе пару. Начинаете искать себе другую девушку ее отпускаете, потому что она вам объективна, даже если она не любезная, то все равно она к вам не стремится, все равно она быть с вами не хочет, и все равно ее чувства не настолько сильны, чтобы к вам проявлять более открытую симпатию. простите лезть к человеку, который открыто сказал, что парня не интересуется, ну как-то даже неловко и вообще-то говоря оскорбительно. То есть это не тот случай, когда девушка сказала да, вот нет, это значит да, но потом. Это совершенно такой очень серьезный аспект, и его нельзя отбрасывать со счетов. Ну хорошо, вот вы пытаетесь жить дальше, определяете свою влюбленность, то есть за, например, полгода влюбленность в принципе вас может пройти, и останется либо такое спокойное положительное чувство девушки, если вы желаете ей счастья, вы хотите, чтобы у нее все было хорошо, и вам все равно где и с кем она, главное, чтобы у нее было все в порядке, либо вы выявите у себя любовную зависимость, которую нужно будет вам конкупировать, возможно даже с помощью психолога, и вы будете жить дальше, то есть вы отдавитесь от нее немного, объедините ей, например, такую ситуацию, что как бы у вас из-за того, что вы с ней общаетесь, не получаете устроить свою личную жизнь, потому что девушки думают, что вы встречаетесь с кем-то на самом деле, это не так, и вы хотели бы от нее немножко отдавиться, то есть скажите ей прямо и без намеков, так же, как она вам сказала, ну и дальше посмотрите на ее поведение, как она будет себя вести, если уж ей будет все равно, если она просто покорно сделает то, что вы сказали ей, ну простите, либо это очень ровкий человек, которого нужно прямо постоянно тянуть за собой, это не каждому дано, не каждому по силам а уж сколько энергии это отнимается и говорить не приходится, либо это действительно Жек, который вам все время говорил правду, ну а вот если ее поведение изменится и она станет вести себя специфично, вот тогда вы можете сказать ей прям, что вы верите ей по поводу ее ориентации, но вот как она объяснит, что во-первых она не познакомила вас с подругой, вы ни разу нигде не видели ее с девушкой она что скрывает и соскается или как и в общем просто вот ей все изложите по факту заканчивая ее специфичным поведением в ответ на ваше желание устраивать свою личную жизнь и пусть этот разговор если он состоится станет для вас последним то есть либо она признается в том что он не лесбиянка и просто боится чего-то либо она будет стоять на своем но тогда уже на нее рассчитывать нельзя потому что это человек который обманывает то есть если человек боится признаваться это еще можно понять но человек который откровенно врет это человек с которым в любом случае нельзя строить серьезных отношений в любом случае нельзя на него надеяться и в любом случае этот человек не ваш ну потому что если так откровенно так упорно и настойчиво она врет в одном то скорее всего будет врат и в другом и вам остается просто принять ее выбор всегда но попросить чтобы она никак никак не реагировала негативно и не мешала вам это вот такой для нее будет последний шанс что-то исправить если у нее все же есть чувства а вы получите возможность жить давишь я в принципе могу завершить свой ответ хотел бы лишь только добавить что во всей этой ситуации которая очень неопределенно вам важно не забывать о себе и не вредить себе будете себе вредить ради девушки но ничего хорошего из этого не получится никак просто потому что вред себе это всегда жертва а жертва это всегда ожидания невольные ожидания направленные на того ради кого жертвуешь и соответственно негативная реакция если не происходит оправдание этих ожиданий а этого не происходит почти никогда из-за разного восприятия значения или лучше сказать значимости жертвы на этом все надеюсь что помог вам вроде бы раскрыл все аспекты вроде бы дал максимальную оценку того что произошло того что с вами произошло и может произойти вроде бы показал вам вашу линию поведения вроде бы все аспекты затронул ну кроме совсем уж далеких таких как например возможно любовная зависимость но это проблема отдельная и о ней стоит говорить когда она будет давать о себе снать пока думаю все если у вас остались дополнительные вопросы обращайтесь в личку помогу вам если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи